Почему именно сейчас активизировался банд подполья? Опять же нужно понимать управляемую природу вот этих организованных террористических групп. И для того, чтобы совершались теракты, выделяются огромные деньги. Все это происходит по единой команде, из единых центров. И обратите внимание, как на фоне взятия Пальмиры полностью отсутствует какая-либо западная реакция, и тут же активизируется банд подполья и пятая колонна на территории Российской Федерации. Можно, конечно, говорить о случайной связи, но так происходит практически постоянно. Что касается технического исполнения теракта с помощью подрыва, это на самом деле одна из наиболее легких в техническом исполнении форм террористического акта. Если 10-15 лет назад на территории Чеченской Республики основными формами деятельности Бангрупп были проведение засад и налетов, и в том числе с применением минно-взрывных средств, то с большим количеством физически уничтоженных террористов война перемещаться стала с территории Чечни на территорию Дагестана, Ингушетии. И люди, которые отвечали за конспиративность действия этих бандгрупп, очень серьезно учли свои ошибки. Если раньше бандгруппы базировались на территории лесных районов, в горной, прежде всего, недоступной местности, то на территории Дагестана и Ингушетии бандгруппы стали действовать уже путем забазирования под видом сезонных рабочих, приезжих на территории населенных пунктов с соблюдением правил конспирации. И вот с этого момента от формы прямой вооруженной борьбы бандгруппы перешли к действиям чисто террористического характера. Потому что достаточно просто подъехать к посту из двух гаишников и расстрелять их из автомата, или невдалеке от них установить фугас, устанавливается он буквально 20 секунд. И потом снять с определенного удаления места подрыва на видео, чтобы послать отчет. Главная цель создать панику и недоверие к собственным властям, что они не контролируют ситуацию. Вот это политическая цель терроризма. Что касается сегодняшней ситуации на Северном Кавказе, нужно понимать, что за последние 10, 15, 20 лет ситуация изменилась кардинальным образом. Сегодня влияние властей на ситуацию таково, что мы практически забыли о массовых выступлениях населения, о фактах открытого неповиновения и так далее. Сегодня показатель туристической активности региона, допустим, усилия главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова привели к тому, что на территории Чеченской республики строятся высокогорные курорты, восстанавливается база отдыха Кизиной, проводится огромная работа по разминированию территорий, для того, чтобы активно использовать местность для насыщения туризма. Приехайте в Грозный, посмотрите, вечером сколько народу сидит в ресторанах. Как правило, это приезжие, потому что по местным мусульманским порядкам, правилам, обычаям, ну как бы не с лица вести праздную образу жизни, это разрешается только туристам. Это я вот так вот деталь, но тем не менее это очень видно. Люди приезжают отдыхать в Чечню, в том числе из Дагестана, Ставрополя, Ингушетии и так далее. Приехать на территорию Ингушетии, посмотреть, как изменилась жизнь, как расцвел город Магаз. Вспомните те нападения 2004 года, когда на заранее Магаз были захвачены боевиками. Вспомните Нальчик 2005 года. Это все ушло, потому что главная задача власти обеспечить безопасность своих граждан. Смысл безопасности именно в создании таких условий, чтобы жители чувствовали себя защищенным. Физическое уничтожение боевиков привело к тому, что сегодня таких крупных банк-групп нет. Есть отдельное проявление. Наша задача сегодня создать такие условия, в том числе и в направлении социальной работы, создание новых трудовых ресурсов, для того, чтобы отвлечь население, отвлечь прежде всего молодежь, от пропаганды всевозможных проповедников, которые несут на фоне искажения исламских ценностей, вообще религиозных ценностей, культуру агрессии, если можно так в кавычках это назвать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok